Смотрите, какой красавчик. Сиди. Волосы вверх. Будешь тут сидеть? Суверен? Окей, сиди тут. Всем привет, меня зовут Наташа и это мой канал о вязании. Поздравляю вас еще раз с наступившим уже 2021 годом. Надеюсь, вы хорошо его встретили, провели время с семьей в эти прекрасные новогодние праздники. У нас немножко дело по-другому обстоит. Здесь как-то по-другому все это празднуется. Точнее, как-то почти не празднуется, мы вообще не заметили никакой такой атмосферы, веселья. Не слышно, чтобы кто-то гулял вообще. Мы шли домой, 2 часа ночи, на улице была просто тишина, такое ощущение, что все спали. Фейерверки, кстати, запретили в этом году в Германии и никто не стрелял вообще. Поэтому как-то все было странно. Так, что хотела сказать еще. В начале, что сижу я в своей водолазке, которую вязала и записывала, как я это вязала, история одной вещи, водолазка резинкой 2х2. первый раз, по-моему, я снимаю в ней видео. Не знаю, почему. Как-то я ее прям берегла, редко надевала. И сейчас она у меня тоже первый раз. После стирки я ее надела. Рукава еще, смотрите, совсем не вытянулись. Все нормально. Потом, конечно, после пары тройки носок растягиваются. Рукава я даже думала, может быть, все-таки пустить здесь полосочку с убавками. Посмотрим. Не знаю пока. А так, мне она очень нравится. Это пряжа BC Garn Bio Balance 50 на 50 хлопок на ренос. Вот. И я сейчас сижу так дома в тепле, батарея включена, она немножко стала покалываться. Так вот. На голое тело ощущается, да, что, по-моему, это никакой не беренос. Шерсть простая. Вот. Так, дальше. В последнем влоге уходящего года я показывала, что вяжу уже лет из хлопка в подарок для своей племянницы. И в первых числах января я его довязала, постирала. Стирала я его руками со специальным средством, но средство у меня закончилось. Мало его было уже. Я добавила шампунь обычного своего для волос. И хорошо пополоскала, сушила на полотенчике в расправленном виде, а потом уже в середине где-то уже высыхание повесила на батарее, чтобы быстрее он уже сегодня высох. Я могла его показать. Знаете, он как-то задеревенел, задубел. Может быть, я его пересушила или почему так произошло. И мне кажется, что он немножечко подсел в высоту. Вот. Не знаю. В общем, давайте вам его покажу. Пряжа для начала. Пряжа это Drops Hume Hume 9. 50 грамм, 125 метров, 100% хлопок. Вот. Такая пряжа. У меня было 6 моточков, ушло 5, даже не 5, а 4,5, наверное, на размер XS. по описанию вот сопотниц. Называется Инстаграм девушки, которая выпустила это описание. Описание отличное. Вообще просто на 100% у вас получится связать классный жилет, если вы захотите себе такой же. В этом описании я имею в виду это вязать. Так. Вот он, жилетик мой. Не знаю, как показать. У меня нет вешалок, мы же все запаковали, взвезли. Я даже хотела сфотографировать висящий жилетик, но мне просто не нужно его повесить. Вот такое. Давайте поближе, чтобы лицо в мою гладь с рядностью можно было разглядеть. Вот такое вот. Ну, мне на самом деле он очень нравится. Особенно мне нравятся вот эти места, которые я в первый раз делала, обрабатывала. Это проймы. Карловинка. Так, у меня здесь пришел мой зайчик серый. Сейчас вам покажу. Кто-то сидит. Так вот. Кто-то сидит. Помощник мой. Пришел и сел. В общем, вот такой вот жилетик получился. Здоровский, по-моему. Немножко помялся. Мнется он, И вот, ну, не пластичное, не пластичное полотно такого вот. Плотное. У меня здесь соединение было нити, и я не стала подрезать прямо под корень, чтобы они эти, ниточки не выбились с той стороны. Поэтому вот так у меня соединение происходит. вообще, честно признаться, смотрится этот жилет очень красиво. Обставлю фотографии, сегодня сфотографировалась, и я думаю, что из какой-то другой пряжи, из теплой, из шерстяной, например, из пуны, которая непосредственно была рекомендована по этому описанию, мне кажется, получится просто на 200% крутой жилет. потому что хлопок это была моя инициатива вязать из хлопка, на самом деле я уже поняла лучше вязать из шерсти, потому что шерсть она лучше растягивается, тянется, и горловина, например, у меня прям впритык пролазит по голове, а шерстяная она бы хорошенько как растянулась и обратно подшалась, резинка здесь, допустим, снизу не держится, есть свои нюансы, но это хлопок, как сами понимаете, мне хотелось попробовать хотя бы понять насколько хорошо мне получится связать эту модель, сейчас я поняла, что все супер, все понятно, все классно вяжется, и я теперь могу вязать ее из шерсти, мне хочется связать для мамы такой жилет, потому что она всегда мерзнет, ну как не мерзнет, а ей нужно что-то такое пододевать под шубу тепленькое, в районе груди и спины, чтобы это все грело, хочу ей такой создать жилетик, посмотрим, и честно говоря, я когда примеряла, мужу тоже очень понравилось, хотя он поначалу говорит, нет, не вяжи никакие себе жилеты, что за бабские вещи, но ему даже такой полуфабрикат очень понравился, говорит, классная штука, вяжи себе такой, ну вот, вкратце так, дальше, хочу показать, что я довязала вот эти вот маленькие носочки, но я еще их не постирала, просто, просто довязала, надо их постирать, выпрямить, хорошенько разложить, чтобы они высохли, и написала мне Вероника, моя вязальная подружка, она тоже вязала носки из этой пряжи, как она называется, регия премиум силк, и она говорит, что да, действительно, после первой носки, носки выглядят вообще непрезентабельно, и вот даже ощущаются, потому что носочки пролежали, они уже распушились, какие-то вот такие вот стали, как будто было у них дико много синтетики, поэтому надо подумать, да, стоит ли переплачивать. Довязав жилет, я так дико соскучилась по носкам, нормальным взрослым носкам, что сразу же начала вязать новую парочку. В своем видео о покупках пряжи как-то я осенью еще показывала, что купила два мотка такой вот пряжи, это регия стандартная, 50 грамм 210 метров, серая и вот такая вот цветная. Я это купила для того, чтобы вязать носки в полосочку методом хеликс, и я вязала еще в прошлом году такие носки, метод состоял в том, что не доходя от 3 петли до конца ряда, нужно было поменять нить. Я знаю, что на канале у Марины, Маринай, которая насочная фея, у нее есть свой мастер-класс по хеликсу, как вязать носки таким методом, и я знаю, что девчонки вязали по ее мастер-классу, там по-другому она немножко вяжет. Я вчера открыла этот мастер-класс и начала по нему вязать. Там по-другому происходит смена цвета, и что мне понравилось, что, вот, давайте я вам покажу, что у меня есть, уже готово, что место смены цвета не определить, то есть вот они абсолютно ровненькие, а на том методе, которым я пользовалась, получалась такая дорожка из 3 петелек. Здесь есть небольшая дорожка, но это от смены спицы, это не потому, что цвет меняется. Там была прям такая уплотненная дорожка из 3 петель, постоянно приходилось контролировать натяжение нити, чтобы оно и не расхлябанное, и не сильно плотно получалось, и меня это маленько напрягало, хоть оно и быстро вязалось, тем не менее. В общем, вот я начала вязать, практически связала 45 рядов, я обычно вяжу до пятки, и маленько я не разобралась с этим методом, как-то две спицы вяжешь, одну пропускаешь, две вяжешь, я не знаю, сейчас дойду до пятки, мне кажется, я голову сломаю, прежде чем начну вязать пятку, но так смотрите, какие красивые носочки получаются, эти носки в подарок будут, для одного хорошего человека, нужно мне их связать до нашего отъезда, у нас еще несколько дней осталось, вот, потому что потом начнется обустройство, и некогда будет. Вот такие у меня вязальные дела сейчас уже 10 утра, но погода такая серая, видите, небо такое, по идее должно светить солнце, но вот такая погода здесь изо дня в день, практически вот начиная не знаю с октября и до февраля наверное будет без солнышка. Буквально на коленках записываю это видео, но мне нужно его доснимать, потому что мы уже практически одеты, стоим, выходим из дома, мы сдаем ключи, квартиру и переезжаем в новое место. В ближайшую неделю у нас не будет интернета, поэтому как я уже сказала, мне нужно срочно дозаписать и выложить этот влог, иначе он куда-то у меня пропадет, исчезнет. Вы видите, что я практически довязала этот носок, который начинала в первой части видео, разобралась я с пяткой, не так все сложно оказалось, просто я провязала не один круговой ряд, как нужно было, а два получилось у меня ряда. Но ничего страшного, выглядит это вполне нормально, за исключением того, что здесь вот такая цветная полосочка попала немножко. Мне нужно связать на 39 размер, и я практически уже вывязала длину, осталось мысок мне. В этот же вечер, как только вывязала длину, я не вытерпела и начала вязать еще это стандартная пряжа региа, обычно, как и эта, только однотонная. Я начала вязать вот такие носки, которые я уже пробовала, это описание Ани Жильцовой, я вязала из реги премиум силк, и теперь вот из стандартной реги. Так я соскучилась по вязанию носков, что просто не могла удержаться, и такое удовольствие не достаивала вязать это, думаю, закончу этот носочек, этот, потом еще один такой же свяжу и перейду к этому, чтобы было разнообразие какое-то. Вот и все, но теперь не знаю, когда я закончу, но надо бы на следующей недельке уже их закончить, потому что их нужно будет дарить. Все, будет отключаться, такое короткое у меня видео получилось. встретимся с вами в следующих роликах, большое, что посмотрели это видео до конца, поставили лайк, может быть, даже написали комментарий, всем всего хорошего, пока-пока, я побежала уже практически в мыши, можно сказать, муж ждет. Исик мой, ты как туда залез, зайчик? Ты уже хочешь переехать, ты уже к своей сумочке привлекаешь? Ты мой зайчик? Дай, мой зайчик. залез сам в сумку говорит, везите меня домой, везите. Субтитры сделал DimaTorzok